Тишина Здесь можно видеть невооруженным глазом, поскольку мы здесь с оператором одни и, как видите, никаких других следов пребывания человека мы здесь не видим. Возможно, их видят местные жители, но мы обычно видим то, что хотим видеть. Завод не строится, а значит, еще одним аргументом у противников завода меньше, но есть тысячи других аргументов, и, приводя их, вполне можно убедить общественность в том, что права человека так или иначе были нарушены, что и было продемонстрировано нам именно на этой неделе. Вы слышите? Эта пехота выходит на поле брани. Небольшой дом культуры в небольшом поселке Осинова способен на многое, но не на все. Большая часть собравшихся еще до начала слушаний таким вот образом уже дала понять, что сидеть на месте не собирается. Но все-таки в Доме культуры, пусть хотя бы и ненадолго, но одновременно присесть могут лишь 350 человек. Поэтому за бортом изначально осталось несколько десятков слушателей. Конечно, у нас сегодня встреча непростая. В зале все не помещаются. Фактически слушания заканчиваются, не успев начаться, благодаря тому только обстоятельству, что протестующие никак не могут пустить в ход то, что принято называть превосходящими силами противника. Снаружи, кстати, все происходящее внутри можно не только слушать, но и видеть. Но полководцев, уже имеющих в запасе план «Б», совсем не устраивают небоеспособные резервные части. Уважаемые участники слушаний, я еще раз предупреждаю о том, что лица, чьи действия будут нарушать регламент, будут получать предупреждение и удалены из зала. Это замечание о регламенте первое и последнее в этот вечер. То, что происходит уже в первые минуты от начала слушаний, не поддается никакому регламенту. И вечер перестает быть томным в момент, когда на сцену выходят протестующие. Они недовольны составом председательствующей комиссии, состоящей из представителей министерств и ведомств, и всячески пытаются оспорить этот состав, предложив новый, свой. На тот момент не удается и это. Толпа от определения происходящего путем скандирования простых слов «позор» и «против» переходит к многократному повторению слова «посложнее», в котором уже заложено требование. Это слово «микрофон». Микрофон на данный момент символ власти. И он пока в руках у комиссии, члена которой один за другим в таких вот условиях шума и ярости толпы произносят свои доклады. Резидентные проекты компании «Хидачи-Достанова» являются технологией номер один в Европе. Ключевой момент. Через 40 минут от начала слушаний отцепление все же прорвано. И в зал проникают остальные слушатели. Момент ключевой, потому что к этому времени члены комиссии уже завершают свои доклады. Протестующие об этом вряд ли догадываются, поскольку отчаянно отказываются что-либо слышать. Тишина. Нам с вами нужно сейчас немного этой тишины, чтобы мы наконец услышали то, что не услышали, не захотели услышать люди там на общественных слушаниях. Так что же будет, если мусоро-разжигательный завод все-таки будет построен на этой самой территории? Давайте послушаем мнение специалистов. Общественное слушание – это не выборы. Здесь не принимают решения за или против. Здесь лишь получают информацию и высказывают мнение. Какая информация могла быть интересна людям? Наверное, в первую очередь вот это. На эту картинку смотрели сотни глаз в Осиновском доме культуры. Но видели ли они ее? Расчеты рассеивания загрязняющих веществ. Круг – это санитарная зона вокруг завода. Один километр. Смотрим. 0,57-0,63 по ДК максимум. То есть значительно меньше предельно допустимых концентраций. Возле поселка Осинова эти концентрации падают до отметки в 0,4 по ДК. И это прогнозируемое значение не на высоте трубы под 100 метров, а на высоте 2 метров только лишь. И это даже не диоксины, которыми пугают детей. И получилось в итоге, что наибольшую опасность из всех этих веществ будет представлять диоксид азота. Это то вещество, которое есть в выбросах любых теплоэнергетических объектов, любых предприятий, выбросах каждого автомобиля. Этот диоксид азота образуется. И с учетом современного фона, его концентрация на границе расчетной ориентировочной санитарно-защитной зоны будет достигать максимум 0,64 по ДК. То есть она будет примерно на треть ниже установленных нормативов. Та польза, которую несет данный проект для экологической обстановки в республике, во-первых, многократно превышает ту нагрузку, во-вторых, критического воздействия или любого воздействия, которое бы несло необратимые последствия, в данном проекте нет. Любое общественное мероприятие должно проходить с соблюдением регламента. Но люди не верят. Не верят уже никому. И в маленьком ДК через час от начала слушаний происходит маленькая революция. Сцена захвата президиума выглядит весьма театрально. В этот момент на сцене Осиновского ДК появляются на свет две параллельные реальности. Незложенные члены комиссии все же успевают ненадолго обладеть микрофоном и объявить о том, что доклады зачитаны, а значит слушания состоялись. Несогласные с этим протестующие наскоро сколачивают свою комиссию, которая признает слушания несостоявшимися. Именно так. Это именно тот итог, к которому, возможно, и не стремилась пехота, но которого так желали достигнуть полководцы. Потому что если слушания не состоялись, никаких дальнейших действий по продвижению этого проекта в целом заказчики и подрядчики предпринять просто не могут. План Б, впрочем, возможно, и план А, продуманный в первую очередь. Я вижу, что слушаний нет. Вы видите, что слушания есть? Люди выступают просто, вынимают время. В общем, мы можем с вами уже констатировать, что ничего не состоялось. Слушаний нет. Вот я не вижу этих слушаний. Я как юрист вам это заявляю официально. Когда нет комиссии... А вот мнение комиссии, проводившей слушания. Слушания объявляются закрытыми и состоявшимися, поскольку была доложена вся необходимая информация. Создается впечатление, что кто-то заинтересованно пытался их сорвать, однако они признаны состоявшимися, полностью вся информация была доведена. Так кто же победил? Чья Виктория? Мы должны отдать должное безумству храбрых. Но все же это именно им придется доказывать теперь то, что ничего не было. Не было никаких слушаний. Официально они были. Эта битва параллельных миров вряд ли теперь уже потревожит маленький Осиновский дом культуры. Шумно будет уже не здесь. Поэтому насладимся этими мгновениями тишины на поле брани. Возможно, это совсем ненадолго. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней.